Новорожденный требует повышенного внимания и постоянной заботы. Маме приходится проводить с ним круглые сутки. Она не высыпается ночью, постоянно нервничает и устает. Из-за этого мама становится немного рассеянной и может допускать некоторые оплошности в уходе за ребенком. Чтобы не навредить своему крохе, нужно учитывать опыт других мам. Чаще всего родители допускают следующие ошибки. Сразу после кормления кладут в кроватку. Когда малыш поел, его нужно некоторое время поносить на руках в вертикальном положении столбиком. При этом из желудка выйдет воздух, который во время глотания попал вместе с молоком. Если не помочь младенцу, то у него начнет болеть животик или он срыгнет лежа и поперхнется. Дают малышу воду. Большинство педиатров придерживаются мнения, что новорожденному нежелательно давать какое-либо дополнительное питье. Это относится в одинаковой мере к малышам, которые находятся на грудном скармливании и к тем деткам, которым дают растворимую молочную смесь. Врачи настоятельно рекомендуют не поить детей водой, потому что это создает большую нагрузку на почки. Стирают простым порошком. Ребенок имеет очень чувствительную кожу и воздействие многочисленных химических веществ, которые входят в состав большинства чистящих средств, могут вызвать аллергическую реакцию. Детскую одежду и белье можно стирать только специальными порошками, которые производят специально для детей. Приглашают всех знакомых. Традиция не показывать в первое время новорожденного другим людям основана на мерах безопасности. Любых гостей, которые хотят поддержать и поцеловать кроху, нужно рассматривать как потенциальный источник инфекций. А для неокрепшего детского иммунитета это очень вредно. Вешают украшения на манеж. Не стоит поддаваться желанию и декорировать кроватку ребенка различными бортиками, лентами и подушками. Лишние предметы в спальном месте могут стать причиной удушения. Либознательный карапуз может оторвать, проглотить или вдохнуть мелкое украшение. В кроватке не должно быть ничего, кроме плотного матрасика и пеленки на резинке. Оставляют спать в автокресле или шезлонге. Это приводит к искривлению позвоночника. Даже если кроха крепко заснул в таком шезлонге, его советуют переложить в обычную кроватку. Не учат ползать. С первых дней ребенка нужно выкладывать на животик, чтобы он развивал мышцы шеи, спины, рук и ног. Процедуру нужно проводить по несколько минут, даже если он капризничает и отказывается. Чистят уши ватной палочкой. Так можно повредить барабанную перепонку. У новорожденного очень короткий слуховой проход, поэтому скопившуюся серу можно убрать, не засовывая ушную палочку глубоко в ухо. Развлекают планшетом. Маленький ребенок легко привыкает к пестрым картинкам на экране, начинает требовать, чтобы ему показывали мультики снова и снова. Он не хочет играть с другими игрушками, а его развитие затормаживается. Не стерилизуют предметы обихода. Малыш имеет несформированный иммунитет, поэтому так важно кипятить его посуду и мыть игрушки, которые он постоянно тянет в рот. Это позволит избавить от многих нежелательных инфекций. Новорожденный еще только приспосабливается к окружающему миру и взрослым, нужно быть очень внимательными, чтобы не навредить его самочувствию и развитию.